С каждым годом всё дальше от нас огненные дни Великой Отечественной войны. И тем дороже для всех живые воспоминания не только фронтовиков и тружеников тыла, но и детей войны, свидетелей тех незабываемых событий. Мы стараемся найти эти волнующие свидетельства и рассказать о них всем для того, чтобы люди знали и помнили историю своей страны. Иногда говорят, что на войне детей не бывает. Сближение этих слов как-то против человеческой природы. И всё же сколько их было, мальчиков и девочек, юность которых обожгла война. Тамара Михайловна Глушич, которой осенью будет уже 90 лет, родилась в станице Троицкой, простой крестьянской семье. К труду на земле она привыкла с детских лет, а прожила она и военные, и мирные годы, кроме самых последних, в небольшом хуторке с загадочным названием Урма, где многие занимались рыбной ловлей. Рыбалка помогала хуторянам выжить и во время Великой Отечественной. Приход немецко-фашистских захватчиков запомнился ей тяжёлым событием. Враги забрали и съели телёнка и корову, которая практически была кормилицей многодетной семьи. Немцы забрали, у нас корову нет, и телёнка съели. Нам ничего не давали. Мы было идём по Тамбе, и привязали ещё корову, доилася. А немцам же и вон молочка хочется. А мы идём так, Галка, Галка, она кричит, ну а мы топаем домой, хочет наш голос, услышала, что мы её зовём. Запомнился и ещё один эпизод, когда их семья предоставила стол и кров молоденькому солдату Красной Армии, который чудом сбежал из фашистского плена. Ну и остался он у нас жить, и он у нас, наверное, с год жил. И немцы были, а у нас семья большая, а мама же уже присвоила его как свой. У нас уже девятый, у нас семь было, а вон восьмой, мама девята. Ага, семья такая. Ну и вот он с нами шутил, нам дрова носил, рубал, нам помогал. Конечно, семья очень рисковала, приютив солдата. Немцы не церемонились с местными жителями, если заподозрили их или даже их односельчан в сопротивлении фашистской оккупации. Однажды они даже собрались сжечь хуторян по подозрению в помощи партизанам. Дом был там, и нас туда весь хутор согнали, и мы там сидели, часовых поставили, солярку там, чи бензин, чи что-то там приготовили. Нас все хотели сжечь. Если бы они обозвались, наши эти партизаны. Жителей спасло то, что немцы не обнаружили партизан там, где они должны были быть. Использовали гитлеровцы и такую жестокую меру. Пытали женщин на глазах у односельчан, в прямом смысле слова, выбивая показания. Немцы пришли с этими женщинами с двумя, а мы сидели и ждали смерти. Что ж нам будет? Ну, случилось, что ничего. Одну женщину были, допрашивали. Навсегда запомнился день освобождения. Эта радость до сих пор живет в ее сердце. А мама до нас туда, она же пришла и кричала. До плавни, девчата, выходьте. А что такое? Да все, хоть хорошо, хоть русские пришли. Это солдаты, кажут, пришли. Мы с радостью плакали. Солдатів обнимали, целували, якими довольни были, что нас же освободили. А то не пересказати. С тех пор прошло 75 лет. Тамара Михайловна создала семью. У нее две дочери, четверо внуков, двое правнучек. Нередко вспоминает она свое детство, опаленное войной. Такое не забывается. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа События.